О работе. Наш Сапкор в Германии Михаил Антонов. Точная протяженность Северного потока-2 пока неизвестна. Около 1200 километров. Если датские власти не дадут разрешения пройти рядом с островом Борнхольм, путь станет несущественно. Километров на 30 длиннее. Морские трубоукладчики Солитер и Пайльнер Инспирит на встречных курсах тянут две нитки нового газопровода, через который из России в Германию ежегодно можно будет прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива. Одна труба 12 метров 24 тонны уходит под воду каждые 8 минут. О Северном потоке можно долго рассказывать в цифрах, а можно привести только одну. Сутки простоя Пайльнер Инспирит, например, из-за сбоя в логистике, обойдутся международному консорциуму в миллион евро. Достаточная мотивация для эффективной работы. 400 километров газопровода в прибрежных зонах уже проложены. Быстро и незаметно. Если не знаешь, что сюда приходит Северный поток-2, ни за что не догадаешься. А он прямо тут на глубине 5 метров. Сейчас об этом, конечно, холодно думать, но в хорошую теплую погоду здесь можно устроить пикник или принять солнечную ванну прямо на трубах с давлением в 100 атмосфер. Это абсолютно безопасно. Газопровод выдержит и 200. Уходя в грунт в нескольких сотнях метров от берега, трубы идут под лесополосой, отгораживающий пляж от стройплощадки приемной станции. Отсюда топливо пойдет на запад в Нидерланды по трубопроводу Нелл и на юг в Чехию и Австрию по строящейся ветке Ойгель. Среди деталей, из которых собирают станцию, выделяются массивные стальные чаши. За моей спиной вы можете увидеть большой предохранительный вентиль. Он был произведен в Италии. Вес конструкции составляет 100 тонн. Таких вентилей на этом участке будет 6, на российском – 8. Когда нужно провести ремонтные работы, эти вентили позволят в течение одной минуты перекрыть поток газа. В итоге все будет аккуратно, чисто и тихо. Это, как и расположенная рядом станция «Северного потока-1», уже 7 лет, качающая свои 55 миллиардов кубометров в год. При этом городок Лубмин, где все это находится, не потерял курортной привлекательности. Наоборот, в местный бюджет пришли налоги. Полтора миллиона евро, а будет уже три. Неплохо для общины численностью в 2200 человек. Наши доходы позволили нам отремонтировать дороги, улучшить уличное освещение. В данный момент мы перестраиваем и ремонтируем наш стадион, в котором школы, детские сады и спортивные секции смогут проводить свои занятия. Это деньги, которых бы у нас без местного налога на прибыль с «Северного потока-1» не было бы. Прибыль от газопроводов, которую получает Лубмин, с лихвой покрыла потерю прежнего бюджетного донора, от которого еще остались громоздкие питомные коробки. Это не просто точка, где заканчивается «Нордстрим-2» и начинается европейская газотранспортная система. Это место, где завтрашний день германской энергетики соседствует с ее прошлым. Эту атомную электростанцию сейчас сносят. Германия отказалась от атомной энергии и планирует сворачивать угольную генерацию, переходя на газ и возобновляемые источники, которые, впрочем, сильно зависят от погоды. Если ничего не делать, Германию и всю Европу в недалеком будущем ожидает энергодефицит. Планирование «Северного потока-2» основано на единодушной позиции различных авторитетных институтов экономических и энергетических исследований, согласно которым Европа в будущем должна импортировать больше газа. Произойдет это не из-за значительного роста спроса, а в связи с тем, что в ближайшие 20 лет производство энергоносителей на континенте и в Северном море сократится в два раза. Следовательно, образуется дефицит в размере 100 миллиардов кубометров газа в год, который должен быть компенсирован. Только Россия может решить эту задачу по разумной цене, от которой напрямую зависит конкурентоспособность европейских товаров на глобальном рынке. Сейчас «Северный поток-2», а потом может быть и «3», и «4». С учетом наработок это точно проще, чем уговаривать киевский режим вложить что-то в то, что называется газотранспортной системой Украины. В прошлом значительная часть доходов от газовых сделок с Россией пополняли не бюджет Украины, а карманы частных лиц и черные кассы. В ремонт газопровода деньги же практически не вкладывались. Согласно ряду отчетов, сбои в работе украинского газопровода случаются в 14 раз чаще, чем на аналогичных объектах в других странах. Через ГТС доставшуюся Украине от СССР сейчас идет под 90 миллиардов кубометров газа в год. После ввода «Северного потока-2» останется около 30. А потом украинская труба сама по себе сгниет. Но в гробу они ее видели. Истерика киевских деятелей связана не с тем, что страна потеряет стабильные 2-3 миллиарда долларов. Себе они уже наворовали. Причина в том, что у них вместе с поляками и прибалтами никак не получается выполнить заказ хозяев. Поспособствовать переводу Европы на американский сжиженный газ, перекрыв трубопроводы из России. Хозяева нервничают. Посол США в Германии Ричард Гренелл разослал депеши партнером «Газпрома» – компаниям «Винтерсхаль», «Унипер», «ОМФАУ», «Шелл» и «НЖИ». Шантажирует, угрожает санкциям. При этом сам прикрывается Украиной. Мол, «Северный поток-2» ослабит ее политические позиции. Своей манерой держать окружающих за дураков этот парень достал даже самых толерант. У нас есть зависимость от Соединенных Штатов. Мы сотрудничаем с американцами, но Германия никогда не была их колонией. У нас на дворе сейчас не 49-й год, а 2019-й. За это время многое изменилось. Германия – суверенное государство. Раньше наша зависимость в ряде областей скрывалась дипломатией и дружелюбием. Поэтому хамское поведение такого посла, как Гренелл, сейчас вызывает негодование общественности. Министерство иностранных дел Германии, успевшее адаптироваться к нетрадиционной дипломатии Гренелла, рекомендовало участникам консорциума не обращать на него внимания. А в интервью агентству ДПА министр МААС побил американца его же собственным оружием. Штрафные меры США могут привести к тому, что из проекта выйдут концерны, включая и немецкие. Это не означает, что «Северному потоку-2» будет положен конец. Россия в таком случае самостоятельно завершит строительство, в результате чего невозможно будет настоять на продолжении транзита газа через Украину. Сохранение украинского транзита — это оговорка, которой представители немецких властей сопровождают тему «Северного потока-2». Объёмы и сроки сохранения не определены, но дело идёт к тому, что когда-то этот транзит окончательно остановится, просто по техническим причинам. И немцам хотелось бы, чтобы это прошло без последствий для их промышленности и отопительной системы. Поэтому «Северный поток-2» будет построен до конца этого года. Михаил Антонов, Александр Коростелёв, Денис Лисицын и Андрей Путров. Вести недели. Германия.